всем привет сегодня поиграю выскатели приключений посмотрим как у меня получится пройти свою же игру в 1 и буду играть за археолога за нашего диана джонса и так у него 5 жизней револер хлыст шляпа все как положено и я еще взял троих наемников это скаут и два боевика которые будут мне помогать так у нашего археолога есть два умения и всякие разные параметры которые он может использовать ну чтож поехали итак у нас и начал на первой площадке нашего подземелья у меня есть два действия первое действие я буду ходить ходьба доходим сюда останавливаемся и вторым действием открываем следующую площадку очень хорошо я нарвался на бандита с автомата причем особый успех начать играть на ситуация не очень хочу я хоть я имею двух серьезных наемников но я не могу их активировать потому что у меня нет пока никаких средств для активации наемника нужен либо один доллар либо одно сокровище придется отбиваться как-то от него что делать я могу отбиваться от него с револьвера либо хлыстом хлыстом это будет считаться ближний бой револьвер дальний я думаю что все-таки имеет смысл попробовать отбиться от него с револьвера причем начать стрелять первым не позволяет дистанция я нахожусь на краю площадки и убойная сила револьвера позволяет забрать этого бандита так как в принципе 44 достреливают ну что попробуем у меня выпало 5 смотрим что то значит это значит что учитывая что меткость у револьвера 46 у меня выпало 5 значит я по бандиту попал убойная сила у него равняется 4 хиллпоинта а у бандита как раз таки здоровье 4 хиллпоинта соответственно я его убил и награду я получаю три сокровища и один был обыкновенный предмет и так из этого бандита а у нас выпал нож и конечно чуть не делать я не знаю тем более что у меня уже есть неплохой такой хлыст и сокровища инди забирает себя неплохо неплохо начал плохо даже кроме всего прочего у нас на этой площадке находятся тайные знания какие-то иероглифы написаны которые можно почитать но у индии к сожалению у нас нет лупы чтобы эти тайные знания изучить а с другой стороны секунд нет это неважно даже если нет лупы если тайные знания находится в открытую то есть без лупы нельзя обыскивать площадку на тайные знания если они просто сразу бросаются в глаза то их можно забрать так что он в принципе смело может эти тайные знания забрать и так значит следующее мое действие это я подхожу сюда следующее мое действие я забираю тайные знания вот такое слово берем возможно нам не пригодится далее я все-таки думаю что нужно выпустить будет мне одного наемника я заплачу за это одно сокровище то есть наемникам нужно что постоянно доплачивать когда их приобретаю это не просто со мной отправляются чтобы их активировать нужно еще доплатить оплатить до что вы хотели говорится и соответственно я вызываю скаута то есть разведчика ну вот собственно появился скаут давайте посмотрим что это за скаут конкретно вот такой резвый парень у него правда всего одна жизнь в отличие от боевиков которых три жизни скоростью 5 клеток он очень быстро бегает уход от атаки 56 то есть когда на него кто-то нападает он может выбросить на кубики 5 или 6 чтобы убежать и аналогичный ход из ловушки 56 то есть он может также попасться попавшись какую-либо ловушку он либо даже залезть какой-то тайник может увернуться если выбросит на кубики 5 или 6 так себе на самом деле попался на скаут можешь безрыбье как говорится что имеем то и пользу и так входит у нас на скаута я выпустил я сейчас не могу никак с этим что мне загораживает и сейчас ходит скаут скаут у нас ходит сюда я наверное я пойду сюда мы сейчас начнем с ним проверять лабиринт в два конца но стоп пожалуй даже наверно не так поступим я изменю к я свое решение потому что если сейчас мы полезем с этой площадке у нас начнутся какие-то события мечет от события пока выполнять как-то особо не хочется мне хочется пока просто походить и поизучать окрестности далеко от выхода не отходя точен от входа наша скаут беги ты сюда раз два три 4 5 сколько не там у него одно действие у меня два соответственно я хожу 1 скорость 3 1 2 3 теперь скаут открывает следующую площадку ух какая интересная площадка она попалась как бы нам не лучше положить то чтобы все было здорово даже не знаю пожалуй вот так очень интересно вот вот таким образом у нас получился лабиринт обидим мы тут много интересного мы тут видим лезвие которые нас могут перекусить пополам мы тут видим шипы которые спала выскакивает видим какой-то странный рубильник который непонятно что открывает и видим тайник но правда он находится с противоположной стороны этой площадке ну и пусть пусть он там находится думал что мы все-таки до него доберемся так теперь ходит наш дорогой археолог инди у него там скорость 3 и вторым действием индиана скрывает вторую площадку смотрит что находится здесь ой как тут там все необычно как бы нам поступить пожалуй мы ее положим вот таким макаром о положим вот так и у нас здесь еще один ты ничего который сейчас можно будет изучить здесь у нас находится паутина который можно запутаться здесь у нас находится какая-то подозрительная щель в стене который можно руку засунуть ну стоит ли это делать говорится вопрос очень интересно теперь у нас ходит на наш наемник наш наемник ходит у нас это было нам запустить то я думаю без разницы пусть ходит вот сюда и стоит пока здесь а инди у нас сейчас посмотрит что находится в этом открываем карту и читаем это тайник первого уровня то есть самый слабый всего в игре три вида тайников первый самый такой простой 2 средний 3 сложный это самый простой нам попался тайник запечатана магической печатью открывается заклинанием первого уровня заклинание первого уровня это означает что требуется одно тайное знание так если требуется то его суда положить мы не знаем чуть затронет на не чтобы его узнать нужно знание 2 и больше уеди у нас знание 3 то есть он может его открыть и посмотреть вот такое слово нам нужно подобрать чтобы открыть вот этот вот тайник можно попробовать конечно же тут уже не получится да потому что можно было бы наугад подобрать слово то есть из имеющихся в наличии тайных знаний надеется что такое попадется в ловушке открыть но так как у нас инди уже прошаренный посмотрел что там написано понял что у него такого нет он естественно это делать не будет ему придется искать такое тайное знание чтобы открыть эту значит это тайник жаль 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 хоть и первый уровень и все-таки достаточно сложный оказался так это значит сейчас посмотрел тайник и вторым своим действием я наверное сейчас здесь у нас находится паутина который можно запутаться здесь у нас находится это подозрительное щель в стене которые можно руку засунуть ну стоит ли это делать говорится вопрос очень интересно теперь у нас ходит наш наемник наш наемник ходит у нас это было нам запустить то я думаю без разницы пусть ходит вот сюда и стоит пока здесь а индии у нас сейчас посмотрит что находится в этом открываем карту и читаем итак тайник первого уровня то есть самый слабый всего в игре три вида тайников первый самый такой простой второй средний третий сложный это самый простой нам попался тайник запечатано магической печатью открывается заклинанием первого уровня заклинание первого уровня это означает что требуется одно тайное знание так если требуется тайно его суда положить мы не знаем чуть затронет нами чтобы его узнать нужно знание два и больше улите у нас знание три то есть он может его открыть и посмотреть вот такое слово нам нужно подобрать чтобы открыть вот этот вот тайник можно попробовать конечно же тут уже ничего не получится да потому что можно было бы наугад подобрать слово то есть из имеющихся в наличии тайных знаний надеяться что такое попадется в ловушке открыть но так как у нас инди уже прошаренный посмотрел что там написано понял что у него такого нет он естественно это делать не будет ему придется искать такое тайное знание чтобы открыть эту значит это тайник жаль 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 хоть и первый уровень все-таки достаточно сложный оказался так это значит сейчас посмотрел тайник и вторым своим действием я наверное сейчас и так и так бросаем кубик выпадает четыре посмотрим что значит 434 это одно сокровище одно сокровище теперь наш скаут продолжает исследовать лабирик ухты и вот тут то конечно сейчас будет интересно потому что если он откроет следующую площадку то опять какое-то произойдет событие мы событий пока не хотим поэтому давайте скаут или ксуда 1 2 3 4 5 иди будет опять обыскивать 6 труда 6 5 или 6 это два сокровища и и наша площадка разграблена здесь больше ну что ж наработать на больше делать нечего выбора особо нет пойдем-ка мы тогда пройдем с утра курс нас 3 до 1 2 паутина у нас замедляет на 1 мы остались в паутине к счастью пауков рядом нет это очень хорошо а кстати тут у нас на этой площадке еще кое-что находится кое-что здесь еще есть вот промежуточное задание то есть какое-то задание которое произойдет может произойти если персонаж пересечет эти площадки сначала остановились давайте когда попробуем запустить нашего дорогого разведчика дальше тоже его тут ждет паутина таким образом час их поставить то上面 так бибール таким макаром мы поставим вот это что же тут интересно? А тут нас ждет бандит с автоматом. К счастью, он находится далековато. Он не видит нашего скаута, потому что тот ходит без каких-либо средств освещения. Бандит далековато находится на третьей клетке и еще в коридоре. Тут также находится промежуточное задание и ядовитые дротики, которые выскакивают из стен. Ладно, пусть пока так все и остается. Индия у нас идет дальше. Ну, что поделать. Остается нам только открыть следующую площадку. Хотя, в принципе, можно попробовать посражаться с тем бандитом, но что-то мне не хочется. Давайте посмотрим, что у нас на следующей площадке находится. Во-первых, на следующей площадке у нас находится примерно вот это. Потом, здесь у нас находится какой-то мемстер. Опять у нас здесь находится бандит, но немножко другой. Вот, везет мне что-то на бандитов. В этот раз сплошные бандиты что-то попадаются. Ну да ладно. Самое главное, что, открыв эту новую площадку, у нас появляется какое-то событие происходит в игре. Читаем. Побытия. Не все так просто. Впереди тайник, путь которому преграждает ловушка. Тяните карту тайника и карту ловушки. Они могут быть разных уровней. К тайнику вы не сможете подобраться, пока не пройдете ловушку. То есть, у нас есть тайник. Сейчас мы вытянем карту тайника и вытянем карту ловушки. То есть, этот тайник, который находится здесь, в промежутке, можно сказать, этих площадок, можно открыть только при помощи ловушки. В принципе, прохождение ловушки. В принципе, мой персонаж обладает некими свойствами, которые могут позволить ему относительно безопасно пройти ловушку. В любом случае, как говорится, выбора у нас нет, поэтому смотрим, что здесь написано. Ловушка. На вас начинает опускаться потолок. Необходимо покинуть площадку, на которой вы стоите, бросив кубик. Выпавшее значение – это количество клеток ухода. Ловкость 4 и больше дает плюс 1 бросок. Неудача – смерть. Ай-яй-яюшки, ай-яй. Соответственно, я должен бросить кубик. У меня, значит, у нас ловкость 4 плюс. Ловкость у меня всего 2. Да, не особо. Выпавшее значение – количество клеток ухода. Либо я могу вернуться к своему скауту, либо мне придется выбегать на новую площадку. 6. Ох! Лучше вернусь, когда я к своему дорогому скауту. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но я успел подрезать тайник, прежде чем убежать. Итак, что у нас в этом тайнике? Тайник третьего уровня. Уху-ху-ху-ху. Ну, это все мы пропускаем, потому что у нас ловушка отдельная была. Добыча смотрим. Добыча идет, соответственно, третьего уровня. Так, смотрим, как она на добыча попалась. Вы получаете три сокровища, один особый ключ и увеличение любой характеристики на один. Ну, это просто шикарно, ребят, в начале, в самом игры, и уже такой класс. Я считаю, что мне пока что дико везет. Я своему археологу увеличил скорость. То есть теперь он бегает не три клетки, а четыре. Три сокровища получил и особый ключ. Это очень классно, потому что, объясняю, чтобы пройти эту игру, чтобы открыть последнюю площадку, мы должны подобрать два особых ключа, которые нужно где-то найти. Либо выполнить дополнительный квест, либо обшарить лабиринт. Я уже один ключ нашел вообще. Его иногда бывает очень проблематично отыскать. Так что это классно, что я сумел скрыть этот тайник. Ну, а здесь у нас пол опустился, соответственно, ничего не произошло. Если вы кто-то тут находились и не погибли, но так как тут больше никого нет, то, соответственно, никто и не пострадал. Так, отлично. Все, пока. Очень даже хорошо. Так, теперь скаут. Куда бы нам отправить нашего скаута? Куда бы нам его послать? Послать его, конечно, каким-то бандитам не хочется. Вот. Поэтому мы его отправим, наверное, на исследование того участка, где он раньше был. Раз, два, три, четыре, пять. Вот сюда он пошел. А мы сами вернемся назад. Раз, два, три, четыре. Так, теперь скаут у нас открывает следующий площадок. Так, ну, я играю по минимуму. То есть, прохожу 15 площадок. Уже я открыл. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, сейчас, десять. Хорошо, что я это заметил. Нужно сейчас будет его забрать. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать и пятнадцать. Вот, я отобрал все площадки, чтобы не запутаться. И у нас... Ух, 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 как круто-то... Да, вот так мы сделаем. Вот так мы поставим площадку. Здесь у нас два замурованных тринника. Здесь находятся два тайных знания. Здесь находится клад. Но, я не поставил клад спереди, потому что тут... Ну, я просто не поставил. Мне просто хочется почему-то сюда пройти. Поэтому, вот таким покаром мы это все сделали. Теперь у нас ходит инди. Раз, два, три, четыре. Пойдем в эту сторону. И, я думаю, что имеет смысл напасть из-за угла на того бандита с пистолетом. Мы к нему подкрадемся. Он нас из-за этого выступа не видит. Раз, два, три. Остановились. Он стоит здесь. И сейчас мы из-за выступа на него нападем со следующего хода. Так, теперь наш скаут. У него скорость 5. Он не должен останавливаться на лезвиях. Раз, два, три, четыре, пять. Нормально у нас проскакивает. Без всяких проблем. Ход инди у нас теперь будет драться с бандитом. Раскакивает на бандита и атакует. Дааа. Атака выше всяких похвал. Соответственно, инди у нас получает встречную пулю. Но так как он атаковал из-за угла, ранение у него только одно. Вот. Теперь, значит, после него у нас ходит наш скаут. Но он пока заходит просто на тайне. Инди у нас будет... Точнее, уже сейчас не он будет ходить, естественно, будет ходить. Сейчас ход врагов. Ход мост. Так как у нас этот наемник стоит и никого не видит. А вот этот уже у нас активировался. Так как инди по нему стрелял. Он сейчас будет атаковать. То есть сейчас уже в обратку стреляет по инди. Стреляет наемник. Во-первых, он выходит. Вот так. А во-вторых, он атакует. Терри. Интересно. У пистолетов у нас меткость 4,6. Бандит у нас вооружен пистолетом. Соответственно, если не выпал три, то он не попал по инди. Но если он по нему не попал, то тот попадает по нему в ответ. И, соответственно, он его убивает и получает награду одно сокровище и один предмет. Соответственно, если я поскручу, то он остался предметом. Веревка. Не особо как предмет. Пытая лодевать. И сможете более здесь хлыстнуть. Пуле-пуле. Здесь мы видим раздвоение хода. То есть может подержать, а может подержать, да. Здесь у нас опять щель, которую соблазнительно засунуть в руку, чтобы что-то нащупать. А здесь какое-то промежуточное задание, тайник и саркофаг. Саркофаги у нас инди, вскрывать умей. Но самое главное, у нас происходит какое-то событие. Давайте почитаем, что там. А что ж ты будешь делать? Опять какая-то жесть. Разгрызающаяся земля. На вашей площадке начинает проваливаться пол в конце хода игроков и набрушится окончательно. Успевшие покинуть площадку ничего не теряют. Провалившиеся теряют 3 хп. Ломают ноги, открывают новый отдельный лабиринт. Удача 4 плюс теряют только 1 хп. Часть лабиринта за провалом, присутствие герой исчезает. Если герой присутствует, лабиринт не изделяет, за провалом можно спуститься. Короче, здесь сейчас образует дырка. Так, успевшие покинуть площадку. Успевшие покинуть площадку. Что у нас там можно сделать? Хорошо, что я веревку, кстати, нашел. Без литиншток, она мне не поможет. Так, 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 надо подумать. В общем-то, ситуация не очень хорошая, потому что Индию мне все-таки провалился. Он не успел, все свои ходы он истратил за это действие. Поэтому делаем таким образом, чтобы у нас не появился второй этаж лабиринта, не загромождать стол. Мы сделаем так, что он провалится, окажется на нижнем этаже. А скаута я возвращаю. Хотя нет, скаута вернуть-то не получится, пока он не добежит мне назад. Ай-яй-яй-яй. Ну ладно. Что случилось, то случилось. Площадка провалилась. У нас там у нас идёт. На её месте у нас... А Индию у нас оказывается в совершенно новом. Вместе. И оказывается, у нас, вы не поверите, на шипах. То есть тут как раз оказалась та самая площадка, которая посередине находится яма с шипами. И наш бедный Индий упал прямо в шнаши бы и, естественно, погиб. То есть вот сюда он провалился. Здесь он оказался. На нижнем этаже. Недолго мы играли, но, по крайней мере, мы попытались. Надеюсь, что в следующий раз мне повезёт. Спасибо за внимание.